Привет! Сегодня у Путина юбилей. Сегодня исполняется 25 лет путинской диктатуре. 9 августа 1999 года Путин стал незаконным преемником Бориса Ельцина и получил всю власть, и начал свою первую войну, ровно 25 лет назад, которая длится по сегодняшний день. Это большая война Владимира Путина. И апофеозом этому правлению, конечно же, является сегодня ситуация, как ее называет Владимир Путин, в Курской области. А на самом деле продвижение вооруженных сил Украины, захват Курского региона, продвижение в сторону областного центра Курска и атомной электростанции. Вот давайте сегодня об этом и поговорим, подобьем итоги правления Владимира Путина, первые пять признаков его, может быть, даже больше назовем, его власти. И сконцентрируемся и оттолкнемся от ситуации в Курской области, которая является ярким примером вообще провала этого путинского диктаторского режима. Я Александр Демченко, вы на каналах Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Ну а мы начинаем разбор. Вы сейчас наблюдаете все ситуации в Курской области, продвижение вооруженных сил Украины. Четвертые сутки пошли, Владимир Путин ничего не делает, а вооруженные силы Украины наступают и захватывают десятки и десятки, сотни уже даже квадратных километров в Курской территории. Они уже стоят на Курском направлении, на главной трассе, которая идет в сторону Курска. Их уже отделяет 30 километров от Курской атомной электростанции. И, вероятнее всего, нам следует ожидать и захвата этого стратегического объекта. Уже захвачен газовый, важнейший стратегический объект на территории Суджи, распределительная компрессорная станция, связывающая Российскую Федерацию со всей Европой газотранспортным распределением и трубой. Все это уже взято. Многие говорят, знаете, что это такой важный символ от Курска до Курска. Могу утонула подводная водка Курск 12 августа 2000 года, и вот теперь снова для Владимира Путина Курск. И это, конечно, является для него таким замыкающим кругом, замыкающим, ужасным, трагическим для него обстоятельством. Однако на самом деле ситуация поважнее. Вооруженные силы Украины преподносят Владимиру Путину подарок на его юбилей, на его 25 лет диктатуры. В 99-м году, 9 августа, Владимира Путина фактически короновали. Ельцин просто назначил его своим преемником и фактически передал ему всю полноту власти. Сначала он стал премьер-министром, а затем исполняющим обязанности президента. Однако уже в этот период Владимир Путин из кресла директора ФСБ и на минуточку главы Совбеза перемещается в премьерское кресло не просто так. Уже начинается как раз в эти числа война, чеченская вторая, и уже Владимир Путин и его чекисты готовят теракты на территории Москвы, на территории Волгодонска, на территории многих российских городов и регионов, и следует за этим кровавое месиво на территории Чечни, бомбардировки Грозного и так далее. Курск — это апофеоз. Курск — это то, с чего могло бы не произойти, если бы небольшая полноформатная, полномасштабная война, путинская война, которую он развязал и его войска против украинского государства. Никакого бы захвата Курской области при помощи вооружения НАТО, при помощи украинских вооружённых сил не происходило бы, если бы не вторжение Путина, если бы не аннексия и не оккупация российскими войсками к территории независимого украинского государства. И это ответ. Война впервые с момента окончания Второй мировой пришла на российскую землю, пришла на российскую территорию. И это итог Владимира Путина. Это он привёл кровь, войну, голь, нищету, ужасы и трагедии на свою землю, на землю России. Это он во всём виноват. И итог правления, 25-летнего правления Владимира Путина, это постоянное кровавое месиво, постоянная кровавая война, которая началась в Чечни. Как раз в августе, 7-9 августа началась эта операция, спланированная его же ФСБ, которым он тогда руководил, на территории Дагестана. Это тогда началась Вторая Чеченская война и взрывы домов, которые до этого были. Это затем последовала Грузия, затем последовала Украинская первая фаза, затем последовала Сирия, теперь полномасштабная война России против Украины. И я не беру в счёт помощь путинского режима Ливии, таким африканским странам, сейчас Ирану, Йемену, Северной Кореи, создание каких-то специальных ситуаций по подрыву режимов на территории различных стран, наоборот, по удушению гражданского потенциала, гражданских революций на территории тех стран, где правят его режимы или режимы, которые очень благоволят ему. Я даже этого в расчёт не беру. Итог российского правления, путинского правления 25-летнего, это, конечно же, тотальная кровавая война, кровавое месиво. Вот что является первым главным итогом 25-летнего правления Владимира Путина. И сейчас Курск — это ответ на это правление. Это результат этого правления Владимира Путина. Второй итог Владимира Путина, личный итог — то, что на россиян ему насрать. Всё, что происходило на протяжении этих 25 лет, и всё, что происходит сейчас на территории Курской области, и всё, что происходило в последние два с половиной года, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, всё об этом свидетельствует. Путину насрать на то, что происходит в Курской области. Посмотрите, он на третьи сутки только позвонил исполняющему обязанности губернатору и начал давать ему приказания. Какие? Просто дать 10 тысяч рублей, 100 с чем-то долларов людям, у которых больше нет крова, еды, воды, и ничего не осталось. Вот первое разрешение Владимира Путина спустя трое суток после начавшегося. Никакой эвакуации не происходит на территории Курской области. Путину наплевать. Пускай дохнут. Они ему не нужны, эти жители Курской области. Жители Суджи, Льгова и других городов. Посмотрите, какие очереди от Льгова идут в сторону Курской и в сторону, в глубину Российской Федерации. Посмотрите, сколько мародёров завелось, и мародёров, которыми руководят МВДшники на территории России и другие силовики на территории Курского региона. Это они обворовывают вас. А что, нам нужно удивляться от того, что происходит? Посмотрите, что было до этого на территории Белгородщины, посмотрите, что было на территории Ростовской области, где сошёл в строя один из реакторов, пошла радиоактивная туча, и где результат. Миллион, вообще в нескольких регионах людей оказался без света и воды, просили Путина «дай», а Путин сказал «а не майните криптовалюту, ни хрена вы не получите». А что до этого люди в Орске что-то получили от Путина, когда выступали перед памятником Ленина? А что до этого получили что-то люди на территории Дагестана? А что Путин пришёл к жертвам Кроку Ситихова, к родственникам жертв этой трагедии? Ему наплевать на вас, россияне, ему просто насрать. Просто насрать. И сейчас, когда вышли люди в суд же, стали рассказывать Путин, вот к нам пришли украинские войска, натовское оружие, спаси нас, Путин не собирается вас спасать. Он уже сказал, что это террористическая атака, а войну называют ситуацией. Уже сейчас, и это ещё один, третий итог этого президентского путинского правления, этой диктатуры, абсолютное безучастие и прикрытие своих преступлений, прикрытие просто всего кошмара, который творит Россия и который творится в России. Вместо того, чтобы вам рассказывать о том, россияне, что происходит в Курской области, что происходит в направлении Курской атомной электростанции, как происходит или не происходит эвакуация, Владимир Путин замыливает информационное пространство. Вам заблокировали YouTube моментально, чтобы вы вообще ничего не знали, чтобы вы вообще ничего не слышали, чтобы вы вообще ничего не видели. Вам рассказывают о каком-то Евгении Подубном, о военкоре, о пропагандисте, которого подстрелили, и который находится сейчас в тяжёлом состоянии, которого перевезли из Курска на территорию Москвы, потому что в Курске просто отвратительная система здравоохранения, и врачей там практически не осталось нормальных. И это тоже результат правления 25-летнего Владимира Путина. И вам замыливают глаза этим Евгением Подубным. Посмотрите, вся страна обсуждает, умрёт Подубный или не помрёт. Когда в Курске и когда возле Курска, такое сейчас происходит. Когда идёт настоящая война на российской территории, и Путин молчит и ничего не скажет, он замыливает. Посмотрите, какие законы он подписывает, какие законы он подписал. О запрете пропаганды наркотиков. Он запретил военкорам и военнослужащим вообще что-то освещать, иметь мобильные телефоны и записывать что-то на территории, там, где проходят боевые столкновения. Он усилил законы, которые связаны с социальными сетями. Посмотрите, что он делает. Он подписывает какую-то лабуду просто, и это выводится в люди, рассказывается, что всё нормально, в Багдаде всё спокойно. Ни хрена неспокойно. Война пришла на территорию России. Это юбилей такой у Владимира Путина, 25 лет. Вы его должны праздновать. И все должны заткнуться и сыпеть в две дырки. И ему похрен, если отберут Курскую область. И похрен, если погибнут все жители Курской области. И ему плевать абсолютно на всё. И на вас ему насрать. И жители Курской, и жители Белгородщины, и жители Ростовской области, и Липецка, по которому сегодня наносились удары по аэродрому. Ему вообще наплевать. Это ещё один итог путинского правления. Ещё один итог путинского правления. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Следующий итог путинского правления и вывод, который мы из него делаем, это то, что Путин очень сильно держится за своё кресло. Очень сильно. Прямо все его две булочки просто не могут отлипнуть от этого трона абсолютно липкого, которому он приклеен уже 25 лет. Как? Знаете, как это определяется? Посмотрите, как он сейчас зачистил генералов военных. Посмотрите, как он убрал Патрушева, который хотел поставить своего сына на трон. Посмотрите, что случилось с другими сыновьями известных силовиков, как они скончались бесследно. Посмотрите, сколько генералов сидит в тюрьме и как теперь родственники Путина вообще командуют ЧВК-Вагнер, которая ранее принадлежала его повару Пригожину, которого он прикончил. И знаете что? Еще один итог этой Курской операции, того, что происходит сейчас на Курском направлении, продвижение вооруженных сил Украины очень прост. Мне вообще представляется, что это продвижение, эта операция в том числе специально подталкивалась или специально ей помогали и российские генералы. Я полагаю, что российский военный генералитет, что сам Герасимов, отчасти Шойгу, секретарь Совбеза, быть может и Патрушев, которого недавно Путин кышнул с этой должности, стоят за тем, что происходит. Во всяком случае, косвенно. Потому что эти люди не могли не видеть, у них были разведывательные данные, у них были спутниковые данные, они приблизительно понимали, что может произойти это курское важнейшее направление, приграничная зона со стратегическими объектами. Эти люди не могли не знать, но Путину они ничего не сказали. Это месть генералов Владимиру Путину. Это месть генерала Владимиру Путину за то, что он их начал чистить, за то, что он их отправляет в тюрьмы, за то, что он их начинает ликвидировать на территории исправительных учреждений, так называемых, за то, что он захватывает со своими чекистами Министерство обороны и Генеральный штаб все военные важнейшие кормушки. Это еще один итог и путинского правления, и того, что сейчас происходит на территории Курской области, так называемая операция, так называемая ситуация, так называемый теракт, о котором так говорит Владимир Путин. Еще один итог путинского правления, что он готов зачищать не только своих. Еще один итог путинского правления, тот, что он готов уничтожать всех, кто стоит у него на пути. За 25 лет Владимир Путин собственноручно, фактически, это кровь у него на руках, уничтожил десятки и десятки людей, и это только те, о которых мы знаем, своих политических оппонентов. Десятки и десятки людей он просто сгноил в тюрьмах. Или уничтожил на территории тюрьм. Или убил за границей или на территории Российской Федерации. Огромный список. Посмотрите, и Алексей Навальный, и Борис Немцов, и Анна Политковская, и Галина Старовойтова, и Юрий Щекочихин, и Павел Хлебников, и Наталья Эстемирова, и Магнитский, и огромное количество людей, которые были или отравлены, Скрипали, которые были недотравлены, или Александра Литвиненко, которого Путин убил. И олигархи, такие как Ходорковский, которых он пытался сгноить в тюрьме. И Павел Кучнир, последняя жертва путинского режима, пианист, который умер ни за что, просто потому, что называл войну войной. Которого Путин убил во время обмена политзаключенных на своих мошенников, на своих киллеров, на своих зэков, на свою агентуру. Убил в этот же день в тюрьме. В этот же день это говорит о том, что Путину не жалко. И эта серия убийств продолжится. Вы уже слышите, что глава внешней разведки России Нарышкин заявляет о том, что вот те люди, которые были освобождены этой агентурой, эти киллеры, немножко отдохнут и возьмутся за дело, возьмутся за старое. А что, и Красиков возьмется? Ну да, наверное, уже не поедет за границу. Но, вероятно, будет использован для того, чтобы убивать на территории России. И пятый итог. Самый важный, наверное, итог. Что Путину наплевать не только на россиян, ему наплевать на Россию. За время правления Путина Россия превратилась в огромную, большую, белую, кровавую моль. Она превратилась в самое настоящее ничтожество. И в особенности за последние два с половиной года. Итог Курской операции то, что граница не на замке. Граница абсолютно дырявая. Граница — это решето. Итог Курской операции заключается в том, что Владимир Путин ничего не сделал для безопасности российского государства. Итог Курской операции заключается в том, что Владимир Путин принимает абсолютно преступные приказания, преступные отдает приказания, из-за которых страдают мирные жители. Это он виноват в смертях и детей, и других мирных жителей на территории Курской области. Он несет за это ответственность свою. Из-за того, что развязал войну, из-за того, что не принял никаких предварительных решений еще до того, как это все началось. Загодя, задолго до того. Посмотрите, что сейчас происходит с Россией. Уже даже такие люди, как Дерипаска, абсолютно прикормленные Путиным, олигархи, говорят, что война — это безумие, что ее необходимо заканчивать. Но говорят не в России, говорят тихо-тихо в Японии. Уже такие олигархи, как Патанин, выводят бизнес в Китай. Российская экономика рушится. Посмотрите на показатели. Уже даже Эльвира Набиулина и Центральный банк Российской Федерации заявляют о том, что экономика в следующем году встанет и уйдет в минус. Что не будет никаких поступлений. Уже самым крупным российским компаниям, бюджетным, таким как «Газпром», таким как «Алроса», выдают последнюю подачку в валюте. Больше валюты в России не остается. Уже 40 миллионов россиян находятся в долгах. Уже огромное количество, 7 миллионов в России должников, которые не в состоянии покинуть территорию Российской Федерации. Но Владимир Путин будет стараться сохранить эту власть. А единственный выход сохранить власть продолжит то, что он начал 25 лет назад. Большую войну. От Чечни до Украины. От Грузии до Приднестровья. От Приднестровья до Сирии. От Сирии до Северной Кореи и Ирана, где сейчас это все полыхнет. Это его ключевая задача. Удержать власть любой ценой. Именно поэтому с 1 ноября будут закрыты границы в России. Именно поэтому Путин уже с сентября готовится к мобилизации. И Украина сейчас ее пытается сорвать. Вот этими своими действиями в Курской области. Для того, чтобы вас, дураков, россиян, в том числе, спасти от того, чтобы вы стали мясом. Уже сейчас Путин готов отправлять мясные штурмы для того, чтобы только сдержать украинское наступление. И он будет готов к страшным преступлениям. Если Путин останется у власти еще, Россия превратится в тотальный гулаг. И сталинские репрессии 1937-1938 годов покажутся просто какими-то радужными событиями. Чем-то детским. Какой-то детской неожиданностью, не более того. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Путин готов утопить Россию в крови. 25 лет его режима это прекрасно показало и продемонстрировало. А подарок вооруженных сил Украины, который называется Курское наступление, просто в очередной раз засвидетельствовало, что Путину начихать на россиян. Насрать просто и на россиян, и на Россию. Что он считает это своей собственностью, а вас, россиян, рабами. Единственный выход из этой ситуации — дать отпор своему диктатору и сказать, выгнать его от овласти и сказать, что он больше вам не нужен. У вас остается очень мало времени. Уже с сентября, с этой осени, в России начнутся большие проблемы. В России начнется большая трагедия, в России начнется кровавое месиво. Ситуация в Курской области будет усугубляться. И я не удивлюсь, если Украина захватит и Курск, и Курскую атомную электростанцию. Будет огромное количество проблем и дальше. Будут захватываться и страдать другие российские регионы только потому, что Владимир Путин и его армия ведут войну против украинского государства. Только потому, что он ведет эту неправедную, несправедливую, нечестную, кровавую, дурную, заведомо проигрышную для себя войну. И он кончится, этот Владимир Путин. А у вас, россиян, есть шанс кончить его раньше, чем кончитесь вы и вся Россия. С вами был Александр Демченко. Вы были на канале Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Давайте пожелаем Владимиру Путину скорейшего исхода и окончания 25-летия этой диктатуры чем-то счастливым для всего мира, чтобы все вздохнули с большим и большим облегчением. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok